Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале. Сейчас получают большое развитие, большое распространение, прямое кредитование бизнеса. Когда создается платформа, и в рамках этой платформы ты можешь выступать в форме инвестора, ты можешь выступать в форме заемщиков. Заемщики это малые предприятия, ИП, которые могут разместить сколько им нужно денег, и соответственно, по сути, взять кредит не в банке, а взять кредит у физических лиц. Платформы говорят, что, например, если ты ИП, то для тебя есть преимущество. Банк тебе выкручивает руки, требует дополнительное обеспечение по кредиту, личное поручение по кредиту, зачем тебе это нужно, я тебе дам физических лиц. Причем тебе этот кредит не одно физическое лицо даст, а, например, 100 человек. И получается, что ты занимаешь у 100 человек. Мозги не выносят, ты их не знаешь, и это все дело на своей собственной платформе, никакого обеспечения не надо, просто выписку по своему расчетному счету. Мы там скоринг проведем и напишем, что ты надежный заемщик. Но есть один нюанс. 5% от выданного займа это моя комиссия, плюс, ну, ты должен понимать, что столько плюсов очевидных, да. Долгосрочный кредит не возьмешь, кредит будет под ставку от 30 до 48%, от 1,5 получается до 2% в месяц. Ну, если тебе надо всего лишь на полгода, да, там, тендер какой-нибудь провести, закупку товаров провести, то это не 48% заплачешь, а 24% всего. Привлекательно вроде бы как для инвесторов. Физическим лицам что говорят? Зачем вам какие-то банковские депозиты, там, 12, 15, 18%, когда вы тут можете выдать кредит? Всего лишь 10 тысяч рублей одному заемщику, можете сразу там 100 займов выдать со средней доходностью, там, в районе 40% годовых. Интересно же, привлекательно. На что покупаются опять люди? Люди покупаются на высокую доходность. Я не отговариваю вас, что этого не стоит делать. Я просто хотел бы показать вам все-таки немного разумности инвестиций и еще раз сказать, что это человек в оквовечьей шкуре, который, с одной стороны, будет вам рассказывать про долгосрочное инвестирование, диверсификацию инвестиций в индексные фонды со снижением транзакционных издержек, но тут же на канале будет предлагать, соответственно, пойти в частное кредитование. Итак, какими вопросами задаюсь лично я в этой ситуации? Если ты надежный заемщик, никто не знает ИП лучше, чем банк, в котором он обслуживается. Его финансовые потоки, его расходы, его остатки, выводы по счетам, которые он выводит к себе на собственный счет. Если банк этому ИП не дает кредит оборотный, даже под 20-25%, потому что он же идет к вам, чтобы получить под 48%, скорее всего, риск менеджмент и параметры банка не позволяют выдать еще дополнительный кредит, то есть высокие кредитные риски. Второе. Если компания берет кредит под 35-36-48% годовых, какой маржинальностью должен обладать бизнес для того, чтобы обслужить этот кредит, рассчитаться со своими заемщиками и еще что-то заработать сверху? Платформа вам предлагает кредитный риск отменить за счет того, что выдавать понемножку, но всем по чуть-чуть. И поэтому, если вдруг один кто-то дефолтнет, то в этом случае ваш риск будет не очень высокий. Я вам покажу оборотную сторону этой истории, с кем я работал. Если у вас в кредитном портфеле допускается порядка 10-15% объем просрочек по кредитам или дефолты по кредиту, то ваша общая доходность становится равной доходности высококачественных заемщиков на рынке долгооблигаций. Звучит сложно, давайте простым языком. Например, есть 100 тысяч рублей, которые я размещаю в такие частные займы. 100 тысяч рублей со средней доходностью после уплаты всех комиссий, НДФЛ, прочего, да, то есть моя эффективная доходность составляет 30%. По итогам года я должен со 100 тысяч рублей получить 30 тысяч рублей. У меня 10 кредитов по 10 тысяч рублей, и один кредит дефолтится, не выплачивается по различным причинам. В этом случае вам скажут, мы вам придадим данные, можете подать в суд, взыскать, это не наша проблема, но 10 тысяч вы потеряли. 30 заработали состав, 10 потеряли, то есть реально у вас на руках осталось 120 тысяч. То есть ваша доходность эффективная составила 20%. При этом от надежных заемщиков в настоящий момент при текущей процентной ставке ЦБ вы можете получить там в районе 18-19%. Что это за заемщики? У нас есть отдельная тема с облигационным портфелем, где мы рассказываем, какие облигации покупаем высококачественных заемщиков с доходностью от 17 до 20%, которые можно включить. Ссылка на мастер-класс, как мы это делаем и каким образом подключиться, в описании к данному видео. В итоге мы получаем, что люди в погоне за более высокой прибыли по итогу получают доходность, сопоставимую с доходностью надежных облигаций. То есть это уровень застройщиков. Это могут быть хорошие, качественные, долгосрочные облигации, которые имеют такую доходность. И тогда возникает вопрос, ради 2% прибыли вот это вот все выстраивать? А зачем? Для понимания, сколько это стоит. Первый вариант. Реферальная программа. Человек, который с одной стороны развивает ваши знания, повышает уровень финансовой грамотности и говорит правильные, умные вещи, которые он прочитал в книжках, сам не инвестируя, предлагает очень сомнительный объект для инвестирования. Вызывает доверие, получает доход. Доход или по партнерским ссылкам, можете посмотреть, они, как правило, все ссылки реферальные. Второе. На канале с числом подписчиков от 100 тысяч человек эта услуга стоит от 50 до 200 тысяч рублей. То есть человек просто зарабатывает на своей аудитории. Я считаю это не экологичным, неправильным, и вы никогда не увидите, например, у меня на канале, чтобы я рекламировал что-либо подобное. Третье. Получается, что человек получает большое количество кредитов, большое количество времени для того, чтобы выбрать, куда это вложить, кому это вложить, как это контролировать, как это забирать, каким образом это выводить. Ради 2% прибыли. Мы вообще не считаем количество времени, которое мы тратим на инвестирование. Опять же, я говорил, что можно просто купить индексные фонды из различных классов активов, регулярно проводя ребалансировку, получить сопоставимую доходность, даже больше в долгосрочном периоде, не имея всего этого, назовем так, грубым словом, геморроя, с которым сталкиваемся. Люди идут туда, где они не могут оценить кредитного риска. То есть, а если у тебя нет возможности оценить риск, если у тебя нет возможности, соответственно, посмотреть финансовую отчетность организации, ты не можешь сделать взвешенное инвестиционное решение. Хочешь 100 тысяч вложить, дай каждому по 5-10 тысяч. Вот и все управление риском. В высокорисковых кредитах таким образом это не работает. В итоге мы получаем рыночную доходность, которую можно получить, но при этом мы получаем большую трату времени. Если кто-то использует подобные системы, поделитесь собственным опытом, поделитесь, какую доходность вы получаете, насколько легко или просто это. То есть, количество времени на принятие решения, количество времени, если дефолтнет, разобраться с этим дефолтом, доходность, которую ты получаешь, количество времени, которое тратится на размещение и которое тратится на то, чтобы забрать денежные средства. Все можно сделать гораздо проще, гораздо дешевле, пусть с немного меньшей доходностью, но с управляемыми рисками. Поэтому, друзья, думайте головой, потому что все страховые консультанты по продаже накопительного страхования жизни, структурных продуктов, прямого кредитования какого-то частного, все вначале говорят очень правильные, мудрые вещи, да, все прочитали топовые книжки, но просто потом в определенный момент тумблер переключается, и все это делается для того, чтобы сузить ваше видение и загнать в один конкретный продукт. Имейте собственную голову на плечах, не доверяйте никому, даже мне, принимайте решения на основе взвешенных решений. А. Диверсификация. Б. Всегда задавайте вопрос, есть ли высокая доходность, где риск. Если ставка рефинансирования сейчас 16%, а вы мне гарантируете 35-40%, вы где-то имеете премию за риск. В данном случае там 40% из 16% это получается 24% премии за риск. Где этот риск, расскажите мне, чтобы я шел с открытыми глазами и понимал, с какими рисками я могу столкнуться. Вот об этом сегодня хотелось поговорить, и пока что все. На связи был Максим Петров, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok